Мы не являемся контролирующим органом, мы все-таки всеукраинская общественная организация. Наша главная задача это, скажем так, гривны наказывать нечестных продавцов. Мы просто хотим, чтобы люди, собственно говоря, своим кошельком голосовали против таких не совсем чистых на руку продавцов. Но эту информацию мы, безусловно, рассылаем и в полицию, и в антимонопольный комитет, и в государственную службу по защите прав потребителей и так далее. То есть мы эту информацию максимально пытаемся, скажем так, разогнать в средствах массовой информации, чтобы она дошла и до государственных контролирующих органов, которые имеют право штрафовать или займать такие партии товара. Ну вот таким вот образом. Так, ну давайте, как же мы уже почали про это говорить, не какие, ну, мы будем говорить там, какие конкретно точки, які там, можливо, неправильно продают неякість на паливо. Но на что следует обратить увагу водеям, куди лучше не заезжать, когда они едут, например, по той же трассе, я понимаю, что вряд ли они уже повернутся до этого места. Ну, самый первый признак – это низкая цена. Безусловно, нельзя обольщаться как бы на слишком низкую цену, да, поскольку там практически 90%, что там будет какая-то некондиция продаваться. То есть вот это вот первый момент, на который нужно обращать внимание. Вы пометили, что есть связь с тем, что неякісная топлива? Да, абсолютно. Это прямая градация, так скажем. К сожалению, невозможно определить, скажем так, в таких вот походных условиях, там, народными способами качество дизельного топлива. Не маю на увазі, можливо, как-то зовнішняя будет ця автозаправочная станция, вона будет, какими-то причинами, відрізняться. Чи вони, власне… Не факт. Ну, не факт. Может, на какой-то непрезентабельной, там, со старыми колонками АЗС продаваться белорусский бензин и дизель, как бы, и все нормально. И никаких проблем. А может быть, на достаточно там каком-то современном комплексе, который тоже, в общем-то, там, ну, какой-то небольшой сети принадлежит, там может оказаться вот такой вот продукт. А каким чином вы означаете это? Вот вы забрали, вы забрали больше десятка, больше двух десятков? Да, конечно. Где-то в районе трех десятков проб. А каким чином вы означаете, как отбиваются ці лабораторні досліджения? Ну, мы отбираем на АЗС прямо из пистолета эти пробы, их опечатываем на месте, доставляем их в аккредитованную лабораторию. Там мы их исследуем, проводим исследования. Ну, оставляем, естественно, арбитражную пробу, чтобы в случае разбирательств, как бы, у нас было доказательство, что именно эту пробу мы исследовали. И получаем официальные протоколы, которые мы потом уже в дальнейшем, в общем-то, обнорубим. Вы робите это анонимно для станции, правда? Да, мы это делаем абсолютно анонимно, потому что, ну, вот у нас есть такие хитрые стандарты, да, вот, например, есть даже ГОСТ, ДСТУ, который регулирует метод отбора проб, да. Так вот, там первым номером стоит то, что вы должны за 10 дней предупредить станцию о том, что вы собираетесь отбирать в них пробу. Ну, вы же понимаете, что это абсурд, как бы, ну, один этот момент уже абсолютно нивелирует любую деятельность в этом направлении, потому что, если ты предупредишь за 10 дней, там уже все будет хорошо, как бы, никаких нарушений не будет, пол подметен, хот-доги помыты, как бы, и все будет хорошо, как бы, да. Поэтому мы это, конечно, делаем анонимно, вот, поэтому, ну, не предупреждаем никого о том, что мы будем приезжать с такой проверкой. Так, дякую. Е у нас телефонный дзвенок. Добрый день, слухаем о вас. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать по поводу бензина премиум? Он почему-то дешевле всех остальных, но пользуются, спросим. В какой сети? В БРСМ. Так, дякую дуже, але просто, будь ласка, ну... Это, я так понимаю, речь идет о спиртовом бензине, о 95 премиум. Но только, если будете телефоновать на вопрос, будь ласка, не называйте в прямом эфире назву... Ну, это я просто спросил, я просто не понял, о чем речь идет. Так, если просто будет телефоновать. Будь ласка, 223-09-71, мы говорим далее про качество палива, долучайтесь до разговора, прошу. Вот эти спиртовые бензины, мы, кстати, собираемся их сейчас исследовать в очередной раз, мы уже их где-то полгода назад исследовали. То есть, это бензин с добавлением биоэтанола, то есть спирта, грубо говоря. Мы увидели, что это действительно хороший продукт практически у всех. Он соответствует... Вы же досвиджим его? Да, мы его исследовали. То есть, он соответствует тому, что заявляют сами продавцы. Вот, и его можно, в общем-то, без опаски использовать практически во всех типах автомобилей, кроме тех, где там стоят сложные системы впрыска, там, новые автомобили, там, 16-го, 15-го года со сложными системами впрыска. Во всех остальных автомобилях абсолютно без проблем. У меня 10-летние автомобили спокойно заправляют топливо с биоэтанолом, никаких проблем нет. А если мы уже начали говорить про бензин, она залишается еще несколько минут для того, о чем вы рассказали. Вот остальные ваши исследования, самое бензину, какие результаты? Чи стали лучше? Да, они стали, если сравнивать, скажем так, в перспективе, там, 3-5 лет, то они, конечно, стали лучше. Но вот в данный момент почему-то мы увидели некий скачок вниз по качеству бензина. То есть, скажем так, если ранее, там, мы контрафакты обнаруживали где-то, там, может быть, 25-30%, да, то сейчас уже, там, может быть, и до 40% доходить. Ну, и опять же, то, что касается, скажем так, средних и небольших сетей. Это так само, який связок с ценой, можно побачить? Я не знаю, честно говоря, в чем тут дело, как бы, то есть, ну, вот мы все знаем, что недавно как раз цены подскочили достаточно серьезно на АЗС. Вот. У меня пока нет ответов, почему это произошло, но мы собираемся делать все для того, чтобы, ну, бороться с такими явлениями, естественно, и максимально их доносить до автолюбителей, чтобы они не заправлялись некачественным продуктом. А у вас были прецеденты, что на вас подавали до суды и вы выигрывали эту справу? Да, ну, мы достаточно регулярно, в общем-то, судимся. И вы выиграете? Мы не всегда выигрываем, потому что, ну, вы же знаете, что в нашей стране суды это, как бы, достаточно такое, не всегда справедливая, скажем так, организация. И, да, у нас были такие прецеденты, но даже были интересные случаи, когда, например, суд присуждал нам вывесить опровержение на своей странице в интернете сроком на одну минуту. Да, то есть, у нас никогда не было, там, каких-то выплат кому-то, там, каким-то нефтяным трейдерам, там, миллионных, там, и так далее. То есть, ну, в итоге, ну, как вам объяснить, трейдеры, которые уважают, скажем, свой бизнес и дорожат своей репутацией, они с нами никогда не будут судиться. Поскольку, как бы, они предпочтут лучше внести какие-то корректировки, там, еще раз, там, нас пригласить с проверкой, там, и так далее, да, то есть, вот в таком ключе сейчас движется, в общем-то, ситуация. И, ну, хочу еще раз похвалить, в общем-то, всех добросовестных трейдеров, потому что видим, что качество реально улучшается. Так, дякую. І на останок нашей разговоры еще телефонный дзвенок. Добрий день, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый день. Я по поводу качества бензина только что звонил вам человек, это самое, спрашивал насчет бензина, почему он дешево стоит, то есть, определенная марка бензина. Значит, я с этим сталкивался. У нас в Украине не бывает и не может быть, если хороший бензин, и он стоит дешево. Это нонсекс. Такого быть не может. Так, мы погоджимысь с вами. То, что стоит дешево, и как, вы говорите, он хороший, спиртовой, там, вот, хорош. Вы вот через пару десятков тысяч километров проверите свой мотор, но не полностью. Почули вас. Дякуймо дуже. Вибачите, что мы сможем на вас перебиваться. Мы почули вашу точку зору. Просто залишается одна хвилинка. И, пане Юрю, я хочу, чтобы вы еще раз сказали про то, что вы используете себя, власне, самым этим типом бензина. Правильно? Ну, я хочу сказать, что этот бензин, а, он, во-первых, не стоит совсем там, нипочем, да, он просто стоит дешевле, чем обычные виды бензина. И, насколько он хорош, ну, он просто соответствует всем тем, скажем так, требованиям, которые есть в Украине, и он соответствует тому, что заявляет продавец. То есть, там нет фальсификатов. А уж решать, заправлять этот бензин или нет, в общем-то, каждый принимает выбор сам. Я принял такое решение и уже проездил намного больше, чем 20 тысяч, на нем никаких проблем пока у меня не было. Но он действительно дешевший, и тут не треба цього лякаться, правильно я понимаю? Нет, нет. Просто нужно, как бы, понимать, что, да, в этом бензине находится, грубо говоря, вода. Да, то есть, как бы, и, естественно, что на нем и расход будет больше, да, и мощность немножко упадет. Ну, то просто брати до уваги цей факт. Так, пане Юрію, я вам дуже дякую за нашу сьогоднішнюю розмову. Спасибо вам. Дякую за те, що ви вперше, це дослідження ваше про дизельну паливу саме сьогодні тут у нас розказали. Дякую вам за це. Я нагадаю, що про те, як самостійно визначити якість дизельного палива, нам сьогодні розповідав директор інституту споживчих експертиз пан Юрій Чорнобривець. Ми ж передаємо слово далі інформаційній редакції новин. Після випуску стен зустрінемося з вами у депутатське приймання, до якої сьогодні завітає представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання свобода» пан Володимир Назаренко. Нам справді буде про що поговорити, тому залишайтеся з нами.